Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах, и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Михаил Горьевич. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, в которых Михаил Горьевич представляет разные аспекты сомнологии, науки о сне. Сон, здоровый, нормальный сон, качественный. Это, конечно, залог водорствования продуктивного. Это все мы знаем. И современный человек располагает техническими возможностями для того, чтобы повысить это качество. Но начать я хочу с коротенькой истории. Мое открытие, сделанное в сети, где же еще может сделать открытие журналист. Любопытное исследование попало с меня на глаза, но любопытно своим подходам, которые применили сомнологи Мериленского университета. Они изучали особенности сна в общинах амиши и минонитов. Это закрытые сообщества людей, приверженцев определенных религиозных взглядов. И что их отличает? Они отказываются от использования любых электронных устройств. Никаких мобильных, никаких смартфонов, никаких планшетов. Особенно детей ограждают. Их сон не затронут этими пагубными привычками, технологизированными привычками, которые пагубно отражаются на сне, свойственны нашему обществу. То есть никаких глупостей ночью просматривать ленту соцсетей, смотреть кино в постели с айпада. Вот этого там нет. И это общины, они гомогенные и с биологической точки зрения. И у них, в общем-то, у всех одинаковый образ жизни. Что изучали сомнологи? Они в чистом виде, фактически, в идеальном эксперименте, они изучали влияние стрессовых факторов и аффективных расстройств. Пришли к ожидаемому выводу, что эти факторы, они в большей степени влияют на качество сна, чем какие-то биологические различия, в частности, генетические различия. Просто мне вот это показалось интересным, такой чистотой эксперимента. И генетические исследования разных заболеваний в этих общинах проводят. Это такая вот природа, предоставленная уникальной природой и социуму нашему устройству мира. Такое вот предоставленное условие для ученых. Мы сегодня же говорим, напротив, об электронных устройствах, которые созданы специально для повышения качества сна. Пожалуйста, Михаил, вам слово. Это другая история. Ну, как раз в продолжение вот этой темы исследования сна в таких древних закрытых сообществах, хочу сказать, что проводились исследования вообще у племен, которые живут еще на уровне вот такого племен, племенного струя, да, у бушменов, например, в Африке, и смотрели количество сна у них, насколько их сон пострадал, или, точнее, не пострадал, по сравнению со страдающим сном человека, живущего в индустриальном обществе. И оказывается, что бушмены тоже не досыпают. И у них тоже есть нарушение сна. То есть вот эти вот сказки про отлетворное влияние цивилизации, оказываются слишком преувеличенными, я бы даже сказал, потому что у тех же древних племен те же самые проблемы, да. Нет, но если стрессовые факторы влияют, эта жизнь от нее никуда не деться. Стресс не обязательно от испорченного. Скорее всего, речь идет о пороге стрессодоступности. Современный человек, он привыкает вот ко всей этой информационной избыточности, да, и он на нее уже не так реагирует остро, да. А бушмен не привыкает, и для него любое появление нового белого человека — это уже огромный стресс, ну, если так утрирует. Ну, утрирует, да. Вот, и он точно так же плохо начинает спать, как и человек в современном обществе, который злоупотребляет, например, гаджетами, если говорить нам о сегодняшней теме нашего разговора. Ну, давайте мы действительно поговорим, что действительно сейчас известно о роли различных электронных средств для диагностики нашего сна и его нарушений, для улучшения сна. Конечно, вспомним историю немножечко про электросон, наш замечательный в санаториях, да, мы не можем этого не коснуться. Вот. И когда я стал готовить эту лекцию, сразу же я вспомнил про обещание, которое не было выполнено, да, 2015 год, вы помните, герои этого знаменитого фильма «Назад в будущее» попадали в этот год, видели летающие автомобили, там, сама, так сказать, одевающиеся, там, самоподбирающиеся одежду, много других чудес. Вот, в том числе они и видели прибор, которым можно было сразу же усыплять человека, там, вот, подругу главного героя, чтобы она не путалась под ногами, вовремя все время усыпляли, моментально причем, вот, как вы на этом снимке. Вот, получается, что сценаристы предсказывали появление этих устройств в 2015 году, но проблема, конечно, в том, что такое устройство было названо неправильно, поэтому оно не появилось, потому что, смотрите, как оно звучало, усыпляющий генератор альфа-ритма. В чем здесь неправильность? Вот, Марина, вот, может быть, не бросится вам в глаза, да? Любой нейрофизиолог и сомнолог, конечно, скажет, что альфа-ритм — это ритм бодрствования. Ритмом бодрствования никого усыпить нельзя. Конечно. Можно усыпить только ритмом сна. Если бы это устройство было названо генератором дельты ритма, возможно, в 2015 году оно появилось. Ну, а что же на самом деле сейчас существует из электронных приборов, которые позволяют как-то влиять на сон? Сначала мы поговорим о диагностике нормального сна и диагностике нарушений сна. Доступны ли сейчас какие-то портативные, достаточно эффективные приборы для диагностики? Напомню, что сон не является однородным состоянием, и что в период нашего ночного сна мы проходим несколько циклов чередования глубокого и поверхностного сна. Глубокого и поверхностного сна. Эта цикличность была обнаружена очень давно, еще в XIX веке. Вот вы можете увидеть здесь график самого первого исследования, когда здорового испытуемого будили ночью, давая ему сигналы разной интенсивности, разной громкости, и оказалось, что в одних случаях удавалось его разбудить после негромкого сигнала звукового, а в других случаях требовалось увеличивать громкость для того, чтобы он проснулся. И уже тогда ученые поняли, что сон не является однородным состоянием, что существует колебание глубины сна. Причем даже по этому графику очень древнему видно, что эти колебания носят очень правильный периодический характер. И в дальнейшем, действительно, когда стали проводить такие полные, настоящие исследования состояния организма во время сна с регистрацией электроэнцефалограммы, действительно подтвердилось, что существует полуторачасовая периодичность чередования фаз и стадий сна. По-видимому, есть внутренний генератор в головном мозге, который обеспечивает чередование различных состояний сна. До сих пор непонятно, зачем человеку нужно спать таким странным образом. Почему не может человек или животное лечь поспать, например, 80% ночи глубоким медленным сном, потом 20% ее доспать сном с быстрыми движениями глаз, потом встать... И встать бодреньким. Непонятно. Почему? Скорее всего, это связано с процессами обработки информации. Вот сейчас наиболее популярная теория заключается в том, что эта цикличность отражает как раз цикличность обработки информации. То есть, чтобы нам что-то лучше запомнить, нужно эту информацию сначала предъявить нашему внутреннему взору, потом ее переработать и складировать в долговременную память, потом снова разрешивировать ту же самую информацию, ту же самую информацию снова посмотреть и снова отложить в долговременную память. И вот эта цикличность, скорее всего, отражает вот такую необходимость многократной обработки информации в течение ночи, чтобы она лучше запоминалась. Это наиболее убедительное предположение. Причем здесь гаджеты, возникает вопрос. Есть цикличность сна? Ну и что из этого? А при том, что, собственно говоря, все гаджеты, которые сейчас пытаются демонстрировать нам наш график сна, основаны как раз вот на принципе определения вот этой цикличности. На основании наблюдения за двигательной активностью человека во время сна, вот это программное обеспечение этих гаджетов, фитнес-трекеров, вот таких колец, аппликаций для смартфонов, программное обеспечение пытается вычленить вот эту вот периодичность полуторачасовую. И, соответственно, в соответствии с представлениями программиста какими-то загадочными, определяется глубокий это сон или поверхностный, который повторяется каждые полтора часа. К сожалению, до сих пор нет ни одного гаджета, который бы делал это с достаточной точностью. Ну что значит достаточная точность? Ну хотя бы, чтобы ошибка была не больше 10%. Вот нет таких гаджетов. Вот одно из самых таких продвинутых устройств, кольцо Аура, которое позволяет насыщение крови кислородом и сердечный ритм регистрировать. И сон. Куда он надевается? На палец надевается на ночь, да. И мы регулярно, когда проводим в нашей лаборатории сна исследования сна, мы... И оно по Wi-Fi подключается к какой-то программе? Ну да, видимо, беспроводное соединение, но информация записывается в сам этот датчик, а потом она, соответственно, переносится на носитель информации. Вот. Мы регулярно проводим исследования сна в нашей лаборатории сна, и пациенты иногда приходят со своими гаджетами, с ними же и спят. И у нас появляется возможность сопоставить, насколько та картина сна, которую показывает гаджет, действительно соответствует настоящей картине сна, которая получается, во-первых, при записи большого количества показателей, а потом еще оценивается экспертом, специалистом по сну, который определяет, какую стадию сна он видит на экране. И вот, например, даже для этого очень высокотехнологического устройства мы видим, что ошибка исключительно велика. Вот та кривая, которая находится наверху, это кривая, которая строит вот этот гаджет, это чередование глубокоумедленного сна. Нижняя кривая — это кривая, которая строится на основании данных полисонографического исследования. И сразу же бросается в глаза, что вот этот человек в средине ночи почти не спал. У него, по данным настоящего исследования, очень большой был период бодрствования внутри сна. А гаджет этого не увидел. Вот гаджет с чел, что... Большой — это сколько? Большое время сна вы имеете в виду? Нет, большой перерыв, когда плохой сон. Ну, по нормативам, нормальным сном считается сон, если человек в бодрствовании ночью проводит не больше 30 минут. Вот на этой кривой мы видим, что не меньше трех часов человек бодрствовал ночью, а гаджет этого не увидел. Он увидел просто шесть ночных пробуждений, выходов на поверхность. Ну, то есть полчаса — это еще не катастрофа? Нет, полчаса считается допустимым. Но больше полчаса — это уже подтверждение нарушения сна. То есть гаджет не увидел здесь очень длительного периода бодрствования, когда человек лежал неподвижно, и гаджет не мог определить, спит он или бодрствовь. Гаджет в данном случае не смог распознать время засыпания. Он показал, что человек сразу же заснул. Это начало вот этой кривой, в то время как, по данным полисомографии, время засыпания составило 30 минут. По данным кольца — 4 минуты, по данным полисомографии — 28 минут. И также имелись и другие расхождения. Что гаджеты не показывают от слова совсем, они не показывают глубокий поверхностный сон. Просто все вот эти претенциозные записи на экранах смартфонов, что вы споспали в глубоком сне столько-то поверхностном, только абсолютно этому нельзя. Я каждый раз смотрю и думаю, воспользоваться этим не возможно, но я пока не подключалась. Пользоваться можно, но толку с этого не будет. Что показывает на самом деле хорошо гаджет с почти 90% точностью? Это время укладывания и время подъема с постели. Почему-то со 100% точностью. Ну вообще-то это я сама могу. Да, и любой человек может сесть вот так вот на бумажечке написать. Вот я лег в 22 часа, я встал в 7 часов. И то же самое гаджет показывает. Но когда гаджет уже пытается определить время засыпания, уже начинаются проблемы и время сна. К сожалению, нынешнее поколение фитнес-трекеров и других умных устройств пока не позволяет нам судить о сне. А есть ли более серьезные устройства, которые позволяют это делать? Вот есть. Они называются актиграфами. Вы видите, вот такого рода профессиональный актиграф. Причем эти актиграфы используются уже в исследованиях сна более 10 лет. Достаточно давно. Уже очень большой массив данных накоплен по их использованию. Гаджет основан на том же принципе, что и актиграф. То есть там есть внутри датчик движения, который записывает эти движения и пытается по изменению двигательной активности как раз вот это определять время сна и бодрствования. Но вот для этого замечательно валидированного устройства, которое используется очень многое длительное время, точность составляет только 85%. Только на 85% мы всегда уверены, правильно прибор определил время сна или неправильно. И вот действительно это может очень быть полезным в работе врача, который имеет дело с больным с нарушениями сна. Вот это очень показательный пример из одной из наших диссертационных работ. Вот когда пациент говорил, что он ночью не спит совершенно, да, действительно у него бессонница. Но когда мы искали причину этой бессонницы, оказалось, что вот когда он ходил с этим гаджетом, что днем он успел поспать три раза. И здесь отмечены стрелочками эти периоды покоя днем. Соответственно, он выспал свою норму сна почти полностью во время дневного сна. И ночью, конечно, он не хотел спать. И вот здесь вот в ночной период можно увидеть, что у него очень высокая двигательная активность, которая действительно соответствует тому времени, когда он бодрствовал, не спал. То есть эти приборы могут позволять действительно помогать врачу принимать решения о причинах бессонницы, например, у данного человека. И они могут отслеживать эффективность лечения. Потому что, конечно, если мы назначим этому человеку лекарственный препарат или метод психологической поддержки, то мы можем увидеть, как улучшатся показатели этого даже не очень точного метода, опять же, с ошибкой 85%. То есть, да, гаджеты для сна есть, да, точность их невысока пока даже у самых лучших моделей, даже у профессиональных моделей. Есть ли какие-то прорывы в лечении нарушений сна при помощи вот этих замечательных современных электрических, электронных, магнитных технологий, да? Опять вспоминаем наш любимый электросон. Напомню, что самым распространенным расстройством сна и самым важным является бессонница, инсомния, правильно говорить академическим языком. Это состояние, которое характеризуется субъективным ощущением плохого сна. То есть, в принципе, для того, чтобы поставить диагноз бессонницы, нам исследование сна не нужно. Нам нужно выслушать человека о том, как он рассказывает, как он не спит. В принципе, да, если он недоволен, значит, у него сон плохой. Любые жалобы на сон он может предъявлять, и трудности засыпания, частые пробуждения, раннее окончательное пробуждение, недовольство своим сном. При этом он имеет достаточное количество времени, чтобы спать, но не спит. И обязательным условием еще является наличие ухудшения дневного самочувствия из-за плохого сна. Да, он сонливый, он раздражительный, он менее трудоспособный, не чувствует энергии. У детей, кстати, эквивалентом сонливости является, наоборот, гиперактивность. А вот некоторым детям даже ставят диагноз гиперактивности, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, из-за того, что они так активны не потому, что они больны, а потому что они не высыпаются по какой-то причине. И важным критерием является временной не реже трех раз в неделю. То есть три раза в неделю это критерий постановки диагноза уже бессонницы, когда есть нарушение сна. И при лечении бессонницы действительно используются определенные физические воздействия, которые позволяют влиять именно на патогенетические механизмы этого заболевания. Сейчас признано, что главным звеном патогенеза инсомнии является гиперактивация мозга. На этой картинке мы увидим, как методами функциональной магниторезонансной темографии определялись области мозга, которые у больных инсомнии, бессонницы более активны даже в дневное время. Не когда они ночью плохо спят, а в дневное время по сравнению с контрольной группой, с людьми, которые хорошо спят. И у людей с бессонницей даже днем слишком сильно, слишком хорошо работают те зоны мозга, которые отвечают за мозговую активацию, ретикулярно активирующую систему, стволовые центры. И те зоны мозга, которые связаны с эмоциональным восприятием жизни. Это так называемый эмоциональный мозг. Это мезиальная височная кора, это передняя поясная извилина. То есть те части, которые помогают нам осознавать, получать эмоции от того, что мы видим. И у них они слишком сильно реагируют, получается, на то, что происходит. То есть это называется тревожные и мрачные мысли в определенные часы. Ну, это гиперактивация. Это называется церебральная гиперактивация. И действительно показано, что эта гиперактивация распространяется потом по всему мозгу. Меня очень в свое время впечатлило исследование с транскраниальной магнитной стимуляцией, когда больным инсомнии давали вот такой импульс в зону моторной коры. Знаете, как проводятся эти исследования? Начинают подбирать силу вот этого электромагнитного импульса, и видно, как начинает дергаться большой палец. И как раз у больных инсомнии вот этот ответ всегда был больше, чем у здоровых людей. Что это значит? Это значит, что не только те зоны мозга, которые имеют отношение к осну, к эмоциям, у них гиперактивны. У них вообще весь мозг, даже моторная кора гиперактивна. Где сон, а где моторная кора. Оказывается, это тоже отражение такой общей гиперактивации. И вот есть такой протокол при транскраниальной магнитной стимуляции, не диагностический, не тот, который определяет вот этот уровень активации, а протокол, который позволяет изменять активацию определенных активностей определенных мозговых зон. Вот есть там два протокола при транскраниальной магнитной стимуляции. Есть так называемый подавляющий протокол, есть стимулирующий протокол. То есть, эмпирически было подобрано, что при одной последовательности импульсов происходит снижение активности нейронов в определенной мозговой зоне, при другой, наоборот, повышение. Почему это происходит, никто не знает. С моей точки зрения, это тоже такое шаманство научное, но эта штука работает, и действительно, потом удавалось показать, что затормаживаются эти зоны. И вот поскольку при бессоннице вот эти зоны мозга слишком активны, соответственно, если их подавить тем же самым электромагнитным импульсом, возможно, человек начнет лучше спать. Его уж не так сильно будет вот эта стволовая активирующая система тормошить перед сном. И действительно, таких исследований уже довольно много было проведено, и даже есть результаты метаанализов, я их терпеть не могу, не знаю, как вы, этот вот этот вот, как дерево, вот этот вот, forest plot, так называемый, да, вот лесной график. Но, тем не менее, в этом графике видно, да, что эффект есть, что эффект сдвинут в одну сторону, в сторону наличия эффекта. То есть, да, вот это вот такое применение этого метода в тормозном режиме транскранированной магнитной стимуляции понижает возбудимость коры у больных инсомнии и улучшает, в итоге улучшает у них показатели сна. То есть, эта штука работает. По сравнению с так называемым шемом, шем это когда дают сигнал, но тот, который изначально не оказывает никакого действия, плацебо, да, вот по сравнению с этим шем-эффектом, вот действительно транскранированная магнитная стимуляция при бессоннице работает. Ну, никто не знает, насколько в долговременной перспективе это безопасно. Здесь невозможно же только зону, относящуюся ко сну здесь притормозить, да, тормозятся большие зоны мозга, что из этого дальше будет, неизвестно. Ну, пока, пока вроде бы не сообщают о негативных эффектах. Таким образом, это тоже можно рассматривать как один из методов управления сном, который позволяет улучшить сон. В отличие от того прибора, который нам обещали в 15-м году, что он будет усыплять, по крайней мере, вот этот метод существует, он улучшает сон. Ну, он такой, в общем, физический метод. Физический, да, он физический, он эмпирический. Эмпирический, да, и никто не понимает, что в это время происходит. В этом его минус, в отличие от применения лекарственных препаратов. Есть еще один физический метод управления сном, который еще более имеет такое вот неопределенное обоснование. Это транскраниальная стимуляция постоянным током, это или микрополяризация еще она называется. То есть, когда просто ставится вот на область черепа два электрода, вот отрицательный и положительный, и пропускается по ним обычный постоянный ток. И вот есть концепция, что когда пропускается в определенной последовательности, когда эти датчики устанавливаются, да, когда ток течет в одну сторону, происходит стимуляция головного мозга, когда в другую сторону торможение. Почему это происходит, непонятно. Ну вот такая странная концепция, она еще в Санкт-Петербурге была выдвинута Бехтеревой, внучкой нашего знаменитого академика. И действительно есть работа, где удавалось улучшить сон с применением вот этой очень странной такой методики. Существует публикация довольно известная в журнале Brain Stimulation, где вот больным с инсомнией, с бессонницей, ставили вот эти вот электроды в этом тормозном так называемом порядке. И действительно удалось показать, что у людей с бессонницей увеличивается время сна и уменьшается, ну вот в данном случае приведен график, уменьшается количество волн быстрого спектра на электроэнцефалограмме. Чем человек больше склонен ко сну, тем у него больше медленных волн в тета-диапазоне, дельта-диапазоне, соответственно, если нервная система работает слишком активно, наоборот, ускоряется энцефалограмма, и в спектре появляется больше быстроволновой активности. И вот в этом исследовании было показано, что при применении этого метода непонятно каким загадочным образом, но достигается уменьшение представленности вот этих высокочастотных волн на ЭГЭ, и, соответственно, это может каким-то образом отражать снижение мозговой возбудимости и обеспечивать улучшение сна. Действительно было показано, что время сна возрастало у этих пациентов. Вот есть такой загадочный метод, очень мало данных, но вообще очень мало данных вообще по любым методам, которые применяются при нарушениях сна. Есть более убедительные данные при другом расстройстве сна, который называется синдром беспокойных ног. Это третье вообще по частоте встречаемости заболевания, которые относятся к группе расстройств сна. Сам человек просыпается от этого? Он чувствует это? От беспокойных ног? Нет, это проблема засыпания. Это неврологическое заболевание, которое возникает из-за того, что неправильно регулируется вот этот вот чувствительный поток, который идет снизу вверх от наших рецепторов. И вот в силу какой-то дефектности предполагают, что это связано с какой-то врожденной дефектностью метаболизма железа. Вот где-то в мозге неправильно откладывается железо, вот из-за этого нарушается синтез дофамина в определенных зонах мозга. И в этих определенных зонах мозга, в зоне А11, вот снижается выработка дофамина, и они уже не так хорошо вот этот вот афферентный поток притормаживают. Я бы так упрощенно схему патогенеза синдрома беспокойных ног изложил. И вот при этом заболевание, люди не могут заснуть из-за того, что после того, как они принимают горизонтальное положение, пытаются расслабиться, уснуть, у них появляются вот такие неприятные ощущения, которые не дают им покоя. Это не боль, это просто вот какая-то потребность двигаться. То есть он еще хочет спать и не может из-за этого. Да, хочет спать, но у него есть эта вот потребность непонятная. И вот если он подвигает ногами этот человек, на какое-то время он успокоится. У него вот эта зона А11 простимулируется и подавит вот этот избыточный сенсорный поток. А потом снова все начнется, когда он спокойно полежит. Вот очень такое специфическое, очень характерное заболевание, которое очень хорошо лечится, но до поры до времени, потому что сейчас показано, что те препараты, которые являются препаратами выбора при лечении синдрома беспокойных ног, это агонисты дофаминовых рецепторов, такие как промипексол, например, они сначала помогают отлично, они сразу убирают все симптомы. Но через несколько лет эффект их теряется, и даже возникает феномен аугментации, когда человеку становится еще хуже. Еще хуже. Вот, и поэтому ищут методы, которые позволяют как-то контролировать... То есть это врожденная вещь все-таки такая? Предполагают, да, предполагают, что все-таки есть какой-то врожденный дефект метаболизма, скорее всего, церебрального железа, который приводит к нарушению дофаминергической трансмиссии и вот к неправильной обработке сенсорного потока. И пробуют все-таки какие-то нелекарственные методы. И опять возвращаются к этому постоянному току, к этой микрополяризации, к этой странной концепции, что если вот в эту точку поставить отрицательный электрод, то это будет торможение, а в эту точку, если поставить, то будет возбуждение. Извините, вот пока мы далеко не ушли от... А вот все эти методы такого чрезкожного транскраниального воздействия, понятно, что они проводятся сам человек себе, амбулаторно это не делается, это только в клинике, как часто. Не обязательно госпитализировать. Не, ну не госпитализировать, но не в домашних условиях. Здесь требуется много сеансов, совершенно верно. Вот, как долго это действует? В тех публикациях, с которыми я знаком, там не меньше 14 сеансов проводилось ежедневно. 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 И эффект теряется, совершенно верно. Эффект пропадает. То есть человек тратит две недели своей жизни. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны... Чтобы поспать две недели. И все. На основании этого можно же разработать приборы, которые уже в домашних условиях можно использовать. Вы же знаете, что есть замечательный прибор транскраниальной магнитостимуляции, который предотвращает приступ мигрени. Да, его одеваешь, даешь мощный импульс, и все, мигрень остановилась. Приступ остановился. Не, ну здесь, значит, не получишь импульс, не поспишь. Так получается, в общем, да? Ну, на самом деле, это не дает полного исчезновения симптомов. Меня вот в этой истории что беспокоит? Что совершенно непонятно, почему вот эти вот установленные отрицательные положительные электроды, да, дают какое-то загадочное подавляющее действие на этот афферентный поток. Но есть действительно клинические данные. Причем эти данные не просто основаны на ответе самого пациента. Это данные, которые основаны на оценке изменения аш-рефлекса. Это рефлекс, ну, это аналог, собственно говоря, нашего знаменитого коленного рефлекса. Вот, и действительно было показано, вот на этом графике отличия просто видны, что у пациентов и у контрольной группы, у тех, кто получал этот стимул, изменяется вот это вот соотношение компонентов этого рефлекса. То есть вот эта загадочная анодная там поляризация действительно работает. Почему, непонятно. Вот, что с этим делать. Есть многое на свете, друг, город. Ну, по крайней мере, есть что-то обнадеживающее, да, вот данные о том, что физические методы позволяют управлять определенными процессами, которые помогают или мешают нашему сну. И поэтому, может быть, на основе этого в итоге можно разработать приборы для домашнего применения, чтобы избегать применения вот этих лекарственных препаратов. Все-таки более эффективным представляется такая менее загадочная методика, менее электронная вот эта пневматическая компрессия. Тоже можно это назвать, ну, не гаджетом, но инструментальной методикой. Не лекарственной методикой. Вот она вроде бы действительно работает. Вот такая вот стимуляция конечностей действительно уменьшает вот эти ощущения у пациентов с синдромом беспокойных ног, эти тягостные ощущения, пока она применяется. Почему она работает, тоже никто не знает. Вот вообще никто. На статье от 9-го года, то есть уже больше 10 лет. Да, и это обсуждается в клинических рекомендациях по синдрому беспокойных ног, по его лечению, что да, это такая полезная методика. Ну, меня всегда все-таки смущает то, что нет вот никакого пояснения, согласно какому механизму может осуществляться этот эффект, поскольку, ну, там привлекается такая идея, что вот такая стимуляция приводит к выработке каких-то биологически активных агентов в эндотелии, эндотелина, и это почему-то должно влиять на сенсорный поток. Почему, непонятно. То есть через венозный отток, через сосуды, через лимфатический дренаж, причем здесь нервная система, но действует. Вот, то есть вот этот метод все-таки имеет большую убедительность на самом деле при этом заболевании, и из тех методов, которые мы пытаемся применять без использования лекарственных препаратов, он представляется более перспективным, наиболее перспективным и, в принципе, понятным, да, и не опасным, судя по всему. А как же нам улучшить сон при помощи электромагнитных импульсов? Да, может быть, все-таки электросон существует. Для этого нужно вспомнить очень древнее исследование 1999 года, которое показало, что электромагнитное поле частотой 50 Гц ухудшает сон. То есть вот то электрическое поле, которое генерирует наши все приборы, которые в наших проводах, в стенах проходят, оно на самом деле ухудшает сон. Не улучшает, а ухудшает. То есть надеяться на переменный электрический ток в качестве улучшателя сна не приходится, потому что изначально вот этот ток, по крайней мере, высокой частоты сон ухудшит. Вот в этом исследовании показано, что количество глубокого медленного сна уменьшается как раз на фоне вот этой стимуляции. Тем не менее, ученые, в том числе и российские, пытаются найти все-таки такой способ подобрать ту частоту вот именно меняющегося тока, которое могло бы оказывать успокаивающее действие. Ну, главная идея заключается в том, что 50 Гц — это высокая частота, это частота, соответствующая на электроэнцефалограмме большому уровню мозговой активации. Это бета-ритмы, то, что за бета-ритмом. А если давать такой переменный ток низкой частоты, которая соответствует, например, дельта-ритму — это ритму глубокого сна, или тета-ритму — это ритм такой медитации, задумчивости, может быть, тогда удастся понизить мозговую возбудимость. И вот как раз, например, в Институте высшей нервной деятельности Владимир Борисович Дорохов и его лаборатория занимаются этим, они разработали вот такой кубик, который дает электромагнитное поле частотой 1 Гц — это частота дельта-ритма, частота глубокого медленного сна. И вот в некоторых случаях действительно применение этого кубика позволяет, по крайней мере, улучшить некоторые показатели сна. А что с ним делать? Его прикладывают к изголовью? Рядом с изголовьем, да. То есть это как бы современный аналог того электросна, о котором мы все знаем, но никто его не видел. Вот здесь было показано, что какие-то элементы сна действительно могут при применении вот этого кубика улучшаться. Но больше, более сейчас на слуху, что ли, и более доказательно, и совершенно понятно, как действует другая идея. Это идея фильтрации света голубого спектра. Свет голубого спектра, вот эти вот голубые экраны, вот влияет на рецепторы, которые находятся у нас в сетчатке глаза, рецепторы, содержащие пигмент меланапсин. И главным назначением этих рецепторов является доставлять в наши внутренние часы информацию об уровне освещенности. То есть они участвуют не в процессах зрения, а только в процессах восприятия света. И показано, что правильная работа... И регулировать выработку мелатонии. Да, и что правильная работа этих рецепторов как раз обеспечивает регулярную, правильную выработку гормона мелатонина. Потому что мелатонин, как мы с вами знаем, это гормон темноты. Он начинает вырабатываться в одно и то же время вечером у каждого человека. И фактически начало выработки мелатонина — это сигнал для всего организма, что наступила ночь, что нужно переходить в ночной режим. Ну, собственно говоря, и без мелатонина организм про это узнает, потому что в каждой клетке вообще-то есть молекулярные часы. Но мелатонин позволяет этим клеткам еще раз напомнить о том, что пора, 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 надо подстраивать. Если ваши внутренние часы не так точно идут, мелатонин позволяет немножечко их настроить. То есть он необходим для стабильной работы внутренних часов. Но без него тоже засыпание происходит. И вот оказывается, пребывание даже перед совершенно белыми экранами, которые имеют подсветку, все равно светодиодами в состав спектра, в которых входит голубой свет, например, на экране айфона, мы можем видеть очень сильную голубую составляющую, даже если экран белый. Это приводит к подавлению продукции мелатонина. Если человек находится перед очень ярким экраном, то можно за 15 минут подавить выработку мелатонина в вечернее время. Даже если просто работать на плацетном компьютере, но долго, получать небольшой интенсивности этот свет, имеющий в своем составе большое количество света синего спектра, и долго это делать, то, по крайней мере, выработка мелатонина уменьшается на 20%. Много ли это или мало, никто на самом деле не доказал, что снижение выработки мелатонина приводит к нарушению сна. То есть оно снижается, а вот имеет ли это клинические последствия или нет, до сих пор неизвестно. Есть мало, сейчас единичные исследования, которые вроде бы доказывают такую точку зрения. Здесь еще раз скажу о влиянии света голубого спектра на секрецию мелатонина. Сравнивали дисплей старых поколений, которые подсвечивались лампами, помните, люминесцентные лампы, да, и дисплей новых поколений, которые подсвечиваются уже этими светодиодами, более экономными. Но светодиоды дают более холодный свет подсветки, там больше света синего спектра. И оказалось, что вот эти вот экраны LED, так называемые, они сильнее подавляют выработку мелатонина, чем мелатонина. Другое дело, что уже экранов со старой подсветкой фактически нет. То есть хотим мы или не хотим, мы все пользуемся вот этими экранами с холодной подсветкой, которые сильнее подавляют мелатонин. И если отфильтровать вот этот холодный синий свет, то, может быть, нам удастся улучшить сон. И действительно было только одно более-менее убедительное исследование, когда людям с инсомни, с бессонницей рекомендовали носить вот такие желтые очки, точнее, янтарные очки перед сном в течение двух часов, перед сном в течение одной недели. И действительно было показано, что у них, по крайней мере, субъективное ощущение сна улучшалось. Вот в этом исследовании достоверные данные были получены в отношении показателей сна. То есть у них улучшились показатели сна. И улучшились показатели стресса, уменьшилась выраженность стресса. Вот это меня очень, на самом деле, смущает. Одно дело, ну сон, ладно, стало им легче. А вот с чего бы очкам желтого спектра, точнее, с желтыми линзами снижать уровень стресса? И у меня к этому... Вы имеете в виду уровень стресса по гормональным показателям? Нет, анкета стресса, не кортизола. Да, я думаю, здесь... Ну это субъективное, опять же. Я думаю, это проблема неправильного дизайна. То есть здесь не было заслепления. Человек знал, носит ли он очки с желтыми стеклами или с прозрачными стеклами. То есть все равно не было ослепления, как говорят, да, в клинические исследования. То есть если полагаться на субъективное, то, конечно, он знал, что он в очках, и он считал, что у него линзи. Есть опасения, что человек, который носит такие красивые очки с винтарными стеклами, просто ему стало хорошо, да, он чувствовал, что он что-то полезное делает, высокотехнологическое. Для себя. И у него сон улучшился, и уровень стресса уменьшился, да, просто потому что это плацебоэффект. Так что это единственный исследователь. Я вижу здесь другой минус. Это только для молодых людей со здоровьем зрением, потому что те, кто перед компьютером сидят в оптических очках, они не видят просто без оптических очков, им такое желтенькое ничего не даст. Ну, можно подкрасить, сейчас это не проблема, на самом деле. И лечебные линзы можно тоже любым цветом сделать. То есть, вот есть такое серьезное научное основание, что действительно фильтрация света синего спектра может помочь улучшить сон. И есть очень слабые клинические данные о том, что это работает. Может быть на уровне плацебо, а может не на уровне плацебо. И настоящая, на самом деле, методика, которая реально работает, и которая очень широко используется, и которая уже в гаджетах действительно существует в виде гаджетов, это когнитивно-поведенческая терапия. Это метод, который является вообще методом выбора в лечении бессонницы. Потому что одно дело, когда бессонница длится месяц-два на фоне стресса, там понятно, там гиперактивация идет мозга, организм борется с опасностью истинной или мнимой, там все процессы идут слишком интенсивно и не до сна. Но другое дело, когда два года или три года человек страдает нарушением сна, у него формируется хроническая инсомния. И вот в поддержании хронической инсомнии виноват уже не стресс, совсем не стресс, а вот эти вот поддерживающие факторы. Человек начинает за свой сон бороться, он начинает о нем беспокоиться, он начинает думать, что если они посплю, то на следующий день что-то ужасное с ним случится. Он ложится в постели, думает, а что будет, если они заснут? Тут же он перестает засыпать, начинает заставлять себя спать. У него формируются неправильные представления о сне и неправильное поведение о сне. Он начинает свою жизнь подчинять вот этой борьбе за сон. И чтобы решить проблему хронической бессонницы, вот используется вот эта методика когнитивно-поведенческой терапии. Когда с пациентом проводятся занятия, дается ему задание на неделю, как ему изменить свой сон, потом на следующем занятии с него спрашивают, что произошло за это время, он заполняет дневник сна, отчитывается по нему, получает следующий информационный блок, следующее задание. От обычной психотерапии эта методика отличается тем, что она высоко стандартизована. Мы знаем, что будет делаться на первом, на втором, на пятом, на восьмом, последнем занятии. И она проводится в течение восьми недель обычно, раз в неделю. Она не корректируется в зависимости от того, как человек выполнил задание? Есть разные, конечно, формы, но все-таки классическая методика заключается в том, что мы совершенно отстраненно даем задания на каждый раз. То есть это даже нельзя назвать психотерапией, это фактически психологический тренинг. Мы некоторые задания даем человеку, и нас не очень волнует, как он их выполняет, честно говоря. Главное, чтобы он все это прошел. И вот в этом случае электронные методы оказались полезными. Электронные методы доставки этой информации. И существует огромное количество различных приложений, которые позволяют человеку провести по этой методике когнитивно-поведенческой терапии без участия врача. Просто он заходит на сайт или открывает аппликацию, получает информацию, получает задание, и каждый день отмечает в дневнике сна, как он засыпал. Мы тоже участвуем в этом процессе. Мы опубликовали сначала протокол этого исследования, сейчас мы его проводим. И вращу ваше внимание на востребованность этих услуг. Я не поверил сначала, я перепроверял эту информацию, что, например, компания, которая выпускает приложение Слепы, она зарабатывает по 3 миллиона долларов в год. Это приложение, которое можно купить в App Store? Да, на приложение к телефону. Но вот это приложение англоязычное, то есть для русскоязычных пользователей, обязательно получится. То есть существует огромный, на самом деле, выбор этих аппликаций и большая востребованность. Насколько это эффективно? Одно дело, когда мы с приятным человеком разговариваем, с психотерапивтом, ему душу изливаем, нам становится легче, мы начинаем спать. А другое дело, такая формальная вещь, зашел на сайт, получил задание, отчитался, никто с тобой ничего не обсуждает, тебя не увещевает как-то, не сочувствует. Да, это работает штука. Потому что как раз в этой методике когнитивно-поведенческой терапии надо начать хоть что-то делать. Надо изменить свой сон, надо купить лотерейный билет. То есть, фактически, вот эта вот отстраненная методика, она просто заставляет человека пройти вот эти этапы, вот даже не заботясь об их эффективности, она все равно работает. И сейчас очень много уже исследований проведено на эту тему, и все они, видите, все в одном направлении, вот этот сдвиг влево данных этих исследований, все они дают положительный эффект. То есть, вот эта штука, несмотря на то, что здесь нет приятного психотерапевта с завораживающим голосом, вот даже в таком электронном безликом варианте это работает, потому что она заставляет человека заняться своим сном и изменить, структурировать свое поведение, связанное со сном. Вот это вот настоящее на самом деле. У нас это проводится? Это доступно для наших людей? Вот. Она становится более доступна. Вот сейчас у нас есть, например, сайт, и это программа, в которую мы берем пациентов, кстати, совершенно бесплатно. Сайт общества со мной? Вот, наверное. Сайт Сеченовского университета, отделения медицины сна. Там мы набираем пациентов. Есть несколько других организаций, которые тоже в других формах этой когнитивно-поведенческой терапии занимаются. Я считаю, что это перспективно, действительно. Это настоящая вот такая вот электронная форма лечения, которая работает, в отличие от этих гаджетов, от очков, которые то ли работают, то ли не работают. Пока еще не очень понятно, да. Улучшение показателей сна. Как можно улучшить то, что и так неплохо? Потому что потребителями этих образовательных программ про сон являются часто молодые люди, которые хотят получить все и сразу, которые хотят максимально использовать ресурсы своего организма. Можем ли помочь мы что-то сделать им со своим сном? Да, можем. Есть такой power-nip эффект, эффект энергетического пересыпа, эффект дневного сна. И действительно показано, что если человек днем поспит немножечко, от 10, 15, 30, до 30 минут, то его когнитивные показатели улучшатся после этого сна. Таких исследований много проводилось. Например, вот здесь приведены данные исследования, когда люди спали по 20 минут после обеда. Здесь вот в правой части этого графика выделены данные тех, кто спал в 15 часов, в 16 и в 17. Мы видим, что больше всего звездочек, отличий в группах спавших и не спавших, в тех случаях, когда люди спали около 15 часов. То есть 15 часов это идеальное время. То есть тем позже, тем хуже. Для дневного сна, да. В 16 часов уже меньше достоверных отличий, в 17 меньше. И действительно, вот такой кратковременный дневной сон приводит к улучшению логических рассуждений, зрительного распознавания, счета некоторых модальностей, вот именно когнитивных функций. То есть да, действительно доказано, что кратковременный дневной сон улучшает когнитивные функции, и это должно быть выгодно работодателю. Да, но это, наверное, может себе, может легко уснуть человек, который не выспался ночью. Да, а мы говорим сейчас о здоровых молодых людях, которые хотят улучшить свои показатели. Нет, но если ты выспался ночью, то это будет трудно, наверное, реализовать, даже если у тебя есть время и возможность. Нет, на самом деле, поработав в офисе, часов 5-6, ну не 5, даже 6, а 4-5, да, после обеда, очень даже неплохо можно задремать. И вот выпускают даже специальные такие капсулы. Есть российский, например, стартап такой, который выпускает капсулы, которые нужно неплохо бы установить в офисе и давать возможность сотрудникам подремать в этой капсуле. И потом работодатель будет вознагражден тем, что его сотрудники будут совершать меньше ошибок и больше выдавать какой-то продукции замечательной. Почему нет? То есть вот это действительно доказано и вот это действительно настоящий, как говорят сейчас, лайфхак. Лайфхак, да. То есть это способ улучшить что-то в своей жизни, зная основу физиологии. В общем, простым способом. Да, простым и безвредным, главное, способом. Но не стоит с этим перебарщивать, потому что показано, что избыточный дневной сон плох. Он, наоборот, удлинение дневного сна приводит, с одной стороны, к ухудшению когнитивных функций, потому что если человек спит больше 30 минут днём, он проваливается уже в более глубокий сон, из которого трудно выйти. У него возникает при пробуждении состояние так называемого сонного опьянения. Когда его когнитивные функции, наоборот, ухудшаются на какое-то время, пока он, наконец-то, не раскачается и не начнёт снова ясно мыслить. То есть вместо того, чтобы получить улучшение когнитивных функций, он на какое-то время их ухудшает после дневного сна. И кроме того, есть интересная статистика о том, что сердечно-сосудистая заболеваемость у людей, которые спят мало днём, она снижается. Вот минимальный показатель на этом графике вы видите в районе 30 минут дневного сна. А если люди спят большее количество времени днём, то, наоборот, эти показатели увеличиваются. Но это тоже, на самом деле, может быть псевдостатистика, поскольку днём спят, скорее всего, долго те люди, у которых и так всё плохо. Ну да, у них нет сил. То есть с правой частью этого графика история сомнительна. А с левой говорит о том, что короткий ночной сон позволяет действительно уменьшать распространённость этих сердечно-сосудистых событий в популяции, что не может не радовать. И на этом я хотел бы завершить сегодняшнее короткое выступление. Но вот эта вот картинка — это антиреклама. Да, и всех призвать перед сном сидеть в гаджетах, да. Ну не для этого, конечно, я эту картинку дал. Что это вредная картинка. Это антиреклама, которая констатирует то, что на самом деле происходит. Когда люди ложатся в постель, начинают смотреть вот эти вот смартфоны, социальные сети. Ну, возвращаясь к истории с бушменами, не так это на самом деле и плохо. То есть это не так. Это плохо, но это не трагедия, потому что на каждом этапе развития формируется все равно, как бы, снижается чувствительность к этим стрессогенным факторам. То, что для бушмена странно, появление носорога, ладно, белого человека, он испытывает такой же стресс, как и человек, который какую-то гадость про себя прочитал в социальной сети и не может уснуть. Комментарий, да, плохой. Да, наверное, это действительно просто вопрос такой субъективизации. И, в общем, надо это... Ну, это такое есть общее, такое более общее понятие, закон исходного уровня, да. Если что-то совсем плохо, то, так сказать, то очень легко добиться некого заметного изменения. Ну, или, скажем так, стресс, он свою дырочку найдет и проникнет в сознание. Можно так сказать, независимо, да. Независимо от того общества, в котором ты живешь. И не стоит слишком уж на цивилизацию, как говорится, грешить. Грешить. Спасибо большое, Михаил, но мы еще не прощаемся. По скриптуме я бы хотела вернуться, опять же, вот к тому, с чему вы начали. Вы сейчас вспомянули Бушменов, а я хочу вернуться не просто Камешем, и именно этого, а к генетическим факторам упомянутым. Вот вы практикующий сомнолог, у вас много пациентов, много лет вы уже в этом деле работаете. Генетический фактор вы связывали с ним, как с каким-то значимым фактором для возникновения расстройств сна? Вот согласно современной концепции развития бессонницы, фактически человек обречен на бессонницу, если он родился вот с этой мозговой гиперактивацией. Да, есть психологические факторы, стрессовые факторы. Трудно представить себе человека, который со стрессом не встретится в течение своей жизни. Но все равно есть, по-видимому, какая-то ущербность в организации центральной нервной системы у людей, которые потом получат бессонницу. Показано, что вот эти гены, которые могут участвовать в развитии бессонницы, вообще непонятно, их огромное количество предлагается сейчас, эти гены очень тесно связаны с генами психических заболеваний. Вот, например, все гены, которые относятся к бессоннице, встречаются у больных тревожными расстройствами. То есть тревога — это как бы более обширное состояние, которое поглощает в себя еще гены бессонницы. С депрессией пересекаются где-то на 50% эти гены. То есть, по-видимому, есть общие какие-то механизмы развития вот этих заболеваний психических, расстройств сна, каких-то других, в которых участвуют одни и те же гены. И мое впечатление, что да, действительно, если человек получил нарушение сна, он просто, он уже родился с тем, чтобы получить это нарушение сна. Другое дело, что есть возможности научить его правильно спать, чтобы не беспокоиться о своем сне, чтобы он совсем уже не зациклился на своем сне. И есть возможности значительно улучшить его сон, с тем, чтобы он мог жить и работать. Ну, иногда он будет плохо спать, но он уже будет знать, что делать с этим. Не драматизируя ситуацию. Да, не катастрофизируя. Да, не катастрофизируя. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...